привет друзья сегодня мы поговорим о том как серферы перевозят свои доски в автомобиле друзья в зависимости от того какого размера у вас доска так вы будете ее перевозить если у вас доска достаточно короткая чтобы ее можно было засунуть внутрь салона и вы например едете в автомобиле один то я делаю так вот доска у меня в чехле и переднее сидение раскладывается и вот эта доска она около шести футов спокойно туда влазит но такой трюх уже не пройдет например с mini-малибу и точно не подходит для перевозки лонгбордов то есть там досок 7 8 9 футов тогда здесь у вас вариант такой следа пикап вы переводите в багажнике для этого я всем рекомендую использовать вот такие вот накладки правда одна предназначена для перевозки велосипедов но тем не менее для наших серферских целей она вполне подходит вот эта накладка она самое главное защищает вашу доску от повреждений потому что по статистике большинство досок повреждается именно при перевозке обязательно перевозите доску в чехле и сверху куда кладете вот здесь вот так затягиваете шпана не болталась накрывайте тантом и поехали но что делать если у вас не пикапа вот маленькая машинка вот например как вот эту honda fit всем привет я раньше пользовался точно таким же пикапом может быть другой марки но в принципе пикап и соответственно вот такой же накладки но в последнее время у нас увеличилось в семье количество людей проживающих вы не на одного маленького ребенка поэтому нужна была машина более комфортно и вот мы сейчас ездим на honda fit желтый как сказать советы для тех кто приезжает в тропические всякие острова с волнами и планирует взять себе машину я рекомендую вот для семейного серфинга так сказать ну это все относится к начинающим берите если вы берете на пикап обязательно вот с такими рейлами машина потому что к ней удобно все крепить доски перевозятся вот такие сверху мы можем прямо на эти если у вас чехол прямо в чехле можно крепить доску не заботясь о ее повреждения все здесь видите эти мягкие прокладочки но я использую вот такие вот накладки до тайн которые за доли секунды инсталируется сверху этих рейлов так сказать вот пожалуйста все мягко никакой удар никакая ямка не подвигит вашей точно так же 2 рекомендую снимать ее после катания я снимаю каждый раз почему потому что дождь может быть ночью это все намокает и потом может внутри загнить ребята ездят в этом плане достаточно аккуратно вот что еще нам понадобится для этого ремни вот тоже такая делают отличные ремни мне очень нравится ничего не закисает я и дома в машине в краснодаре пользуюсь активность и вот сюда привез с собой крокодильчики очень хорошо держат и не вытягиваются очень плотно вот один вот второй компактно упаковывается не мешает не болтается дальше у нас есть наличие сэр порт специально заготовленный кладем вниз а почему кстати вниз снизу находится обычно вакса она плавится чтоб не потекла да не ну а еще и по аэродинамике смотря на так обтекает да 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 вообще бомба ну и теперь я хочу продемонстрировать мы давайте зачем засечем время за сколько вот я давай я включаюсь включая секундомет поехали так первая ошибка так ладно подправлю там сам и вот что не ошибка все четко сделал меня обманывали ну фиг знаю а ты вот так делаешь я так никогда не делал хотя просто венсильфового опыта нету поэтому ты так тянешь и не не профессионал не так делать ну ладно твоя жизнь вообще-то я обычно креплю вот на той стороне поэтому у меня здесь больше расстояния чтобы затянуть поскольку для камеры я с этой стороны очень долго очень слушай по мне так лучше конечно пикап погрузил да поехал три минуты тут привязывать отвязывать а зачем косяк хочет я сразу косяк объясню вот тут вот видишь вот это место если пойдет дождь сюда вода пойдет дождь дорогой мой я вот это вытащил и вот это вот завяжу я просто не люблю лишние движения братан извини но дождь не пойдет поэтому я на пикапе дальше еще один момент если все таки вы приехали и не нашли машину вот с такими дугами да что делать возьмите пикап конечно такие же накладки которые имеют кстати следующий раз чтобы не затягивать и сэкономить время не пропихивать вот таким вот макаром взяли все оставили закинули закинули еще один момент того что вот так можно оставлять что не украдут она достаточно плотно зафиксирована дверью и вытащить да да у нас здесь постоянно воруют доски да просто удачем оттаскают вообще в маму не горюшись нет рейла да что делать вот такие накладки встроенными в них со встроенными в них ремнями они вот так вот салон машины затягиваются таким же образом внутри машины и сверху у них дополнительные ремни которым вы уже есть покажи почему лень в чем минус вот таких ремнях вода затягивает по этим ремням которые проходят через машину как бы вы что бы не придумывали вот эти резиночки они отгибаются туда просачиваются и прямо начинают если особенно тропический хороший лидень то вся машина вот прям когда да 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 нет не вариант вообще вот если вы футбольный болельщик к примеру а это можно щитки на ноги да можно там прийти кто там цска не знаю кто там так они как-то обзывается я не знаю но вот можно вот так да а если вы футболист можете вот это одеть смотри вот сюда на коленку вот снимаешь на 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 вот так одевать у тебя тоненькие ножки как вообще бомба ну или просто если у тебя болят ноги ты можешь их вот но защитить на моих вообще очень красиво мне кажется стоит вот ну взять на вооружение что еще хочется мы вам сейчас рассказали помогли может быть в чем такая такая очень хорошая фирма и мне кажется имеет смысл это можно найти в онлайн-магазине ты на сайте такая . руда и весна ты понял надеюсь мы в очередной раз помогли вам полезной информации до свидания